Детальнее тему, почему российский спорт, он абсолютно не вне политики, будем обсуждать далее. С нами на связи Юрий Кириченко, спортивный директор Федерации Хоккея Украины. Юрий, здравствуйте и рад вас приветствовать в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Вернемся к теме батальона «Эспаньола» и поддержки со стороны ЦСКА, российского хоккейного клуба, этих террористов. По вашему мнению, учитывая, скажем так, специфику этого батальона, из кого он состоит, в каких боях участвует и в принципе, что он существует, будет ли вот это вот движение со стороны ЦСКА, именно поддержка террористов из «Эспаньолы», какой-то определенный эффект влияния на российский хоккей в целом, на поддержку, либо же отрицание со стороны международного сообщества, участие, в принципе, российских спортсменов где-либо? Нужно понимать, что хоккей – это один из самых популярных видов спорта в России, в принципе. Путин в свое время назвал его национальным видом спорта, придавая особый статус этой игре, и действительно многие тысячи мальчишек и девчонок России занимаются хоккеем. Соответственно, это тоже очень хороший инструмент для пропаганды, это очень хороший инструмент влияния на массы. Поэтому не стоит удивляться, что пытаются использовать хоккейные клубы, особенно самые популярные хоккейные клубы, для того, чтобы проталкивать тему войны, показывать нормальность этой войны на территории России. Это действительно, как вы сказали, это огромный инструмент пропаганды, и спор точно у них замешан в политике. К сожалению, данная акция не является первой. Были до этого акции, когда хоккеисты выстраивались в букву «З» с георгиевскими ленточками, выходили на ледовую площадку. Единственная разница, что это были как бы более регионального плана, низших российских лиг, чтобы в ведущей лиге России, чтобы вот так вот команда, которая является чемпионом страны, вышла с фашистской символикой, давайте называть вещи своими именами. Вот действительно такое произошло впервые. Потому я думаю, что подобные акции будут продолжаться, и через подобные акции будут неокрепшие российские умы пытаться повернуть на свою сторону. Как вы думаете, Юрий, есть ли возможность у хоккеистов, к примеру, если мы уже берем историю с ЦСКА, отказываться? ЦСКА вообще, напомню нашим зрителям, как расшифровывается, центральный спортивный клуб армии еще Советского Союза с 52-го года. Если мне память не изменяется, вот такое название есть. Поэтому клубы, которые называются ЦСКА в народе, величаются армейцы. Именно в таком плане. К примеру, за ЦСКА хоккейный играет небезызвестный человек, который должен был играть в НХЛ. Это господин Федотов, вратарь. И человек, давайте так говорить, откровенно, довольно известный в хоккейном мире. Будет ли иметь влияние на карьеры конкретно российских спортсменов вот такое вот решение? И должно ли вызывать это определенную реакцию со стороны лиг, со стороны ассоциаций, в которых могут участвовать российские спортсмены? Здесь я бы разделил вопрос на две части. Первая часть – есть российские спортсмены, есть спортсмены-легионеры. Вот к легионерам у меня вопросов даже гораздо больше, чем к россиянам. Почему? Потому что выступает в составе команды ЦСКА и представитель Казахстана, натурализованный причем североамериканец. Выступает швед. В свое время НХЛ проводила акцию в предыдущем сезоне, акцию в поддержку ЛГБТ-общества. И некоторые российские игроки отказались выйти с радужными повязками на раскатке. То есть была подобная акция, только связанная с ЛГБТ. И тогда это восприняли нормально, сказали, что это право каждого человека подделять, хочет он это делать или не хочет делать. Потому в мире есть прецеденты, когда возможно не поддаться на общую акцию. Тем более, если по мнению самого участника матча она является для него лично неприемлемой, либо какой-то провокацион. Поэтому здесь вопросы у меня к иностранцам очень большие. Особенно, когда их страны не поддерживают эту захватническую войну, когда их страны поддерживают Украину и предоставляют помощь Украине. Это первый вопрос. Что касается хоккеистов местных, здесь интересная история. С одной стороны, тот же Федотов, которого вы вспомнили, он за отказ остаться от ЦСКА попал в армию, в самую настоящую армию, где прослужил больше года в определенной роте, в определенных войсках. Да, он не участвовал ни в каких боевых действиях, он не участвовал в чем-то серьезном. Но салпак, что когда нужно было его закрыть и не выпустить из страны, они это сделали, и он остался в России. Он сейчас выступает за ЦСКА. К слову, клуб будет подвергнут санкциям за его выход на лед именно в том же матче. Пускай там санкции и смехотворные, но сейчас уже Международная Федерация думает, а что делать с подобными случаями. Как наказывать игроков, которые собираются плевать на решения Международной Федерации, которые будут плевать на контракты, подписанные от других стран. Поэтому, с одной стороны, для иностранцев я считаю, что здесь открыта дорога, им никто ничего не может сделать. Они вполне могли бы отказаться от участия в этой акции. Что касается местных хоккеистов, они боятся санкций по отношению к себе, потому что никто их там не защитит. Тем не менее, есть ребята, которые, именно ребята из России, которые в открытую высказывали свою позицию относительно войны. Да, они выступают за рубежом, либо специально переехали за рубеж, считая неприемлемой эту политику, которую проводят Путин и его шайка. Внутри страны они уехали в другие страны и чувствуют себя намного комфортнее. Раз для них дома нет места. Поэтому это личный выбор человека. Наверное, для россиян он чуть более сложный, для иностранцев, по-моему, вообще очень сложно. Ну и касательно выбора мы видим, как вот, к примеру, это соревнование игры хоккейная выходит с символами. Понятное дело, они официально не являются запрещенными. Но тем не менее, если Олимпийские игры позиционируют себя как игры вне политики, почему разрешаются те же георгиевские ленточки? То есть они несут некоторые символы. То есть если команда или спортсмен выходит под своим флагом, это одно. А другие символы пусть были бы запрещены. Или это тоже нужно какие-то реформы производить, и чтобы не провоцировать вот такие случаи, может быть какая-то дисквалификация или какие-то другие санкции. Как вы считаете, какие реформы нужны для тех же, возможно, Олимпийских игр? Какие правила? Ну вот вышли бы со свастикой. Мы понимаем, что это запрещено, да, потому что свастика — это запрещенные символы во всем мире. Они считаются фашистскими. Как снова, ну как, неофашистскими символами быть? К большому сожалению, спорт — политика не только в России, но и во всем мире. И Олимпийские игры — это, с одной стороны, праздник спорта, это большое мероприятие, которое объединяет миллионы, даже миллиарды людей. С другой стороны, мы не видим однозначную позицию Международного Олимпийского комитета по поводу отстранения россиян от участия в Олимпийских играх. И это выглядит немножко странно. Причем лозунги, которые подаются, они тоже достаточно странные, и непорядка, кто там кого собирается защищать. Очень похожая история, к слову, если мы уже закрываем тему хоккея, в национальной хоккейной лиге, где российских игроков никто не отстранял от участия в соревнованиях, к ним не применяются никакие методы воздействия. Более того, национальная хоккейная лига их защитила тем, что дала запрет на общение с ними на эти темы. То есть даже если игрок бы хотел высказать свою позицию в прессе, по большому счету ему это запрещено. Вопрос в чем? Вопрос в деньгах. Надо признать, что Россия планомерно уже годами скупает мировой спорт. То есть скупает спонсорскими контрактами. Такие компании, как «Газпром» и тому подобное, они являются спонсорами крупнейших международных соревнований. Олимпийские игры в Сочи, мы понимаем, что это история, которая имела и финансовый бэкграунд, наверное, не совсем официальный для чиновников Международного Олимпийского комитета, это потому что очень много людей в мировом спорте находятся у России на крючке. И это, конечно же, влияет на принятие тех или иных решений в международном спортивном сообществе. То есть само по себе сообщество, которое массовое, оно ни в коем виде не поддерживает участие россиян ни в статусе нейтральных спортсменов, ни тем более под своим флагом и гимном. Что касается чиновников, вот здесь вот начинаются какие-то качели, и эти качели совершенно непонятны. Наверное, мы придем, собственно говоря, к тому, что их не допустят до Олимпийских игр или сделают условия, которые будут неприемлемыми для той стороны. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, видеть более жесткую, более конкретную позицию со стороны руководства международного спорта. Давайте тогда о конкретных примерах, да, возможно, лояльности серьезных функционеров. Есть такой человек небезызвестный, Рене Фазель. Человек, который с 94 по 2021 год возглавлял Международную федерацию хоккея. Ныне господин Фазель, это стало известно вот буквально несколько дней тому назад, получил должность специальную на территории Российской Федерации. Судейский экспертный комитет возглавил господин Фазель континентальной хоккейной лиги КХЛ. О создании этого ведомства лига объявила тоже, в принципе, не так давно. Видится, как будто это такая себе должность свадебного генерала для господина Фазеля, который с легкой руки которого Россия трижды принимала, да, по-моему, чемпионаты мира в несколькие годы. Ныне же нынешний глава Международной федерации хоккея Люктор Див неоднозначно так же высказывается в отношении спортсменов, как России, так и Беларуси. Вот последнее из таких заявлений. Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война окончена. Такая вот нестабильная позиция, в том числе таких серьезных функционеров. Как вы считаете, каким образом в целом влияет на понимание мира спорта того, что Россия делает на территории Украины? Рене Фазель – это уникальная личность, и по сроку своей работы в Международной федерации хоккея, и по тем вещам, которые он делал, в том числе и хорошим. Я лично знаком с Рене Фазелем для понимания влияния России на него. У него была помощница россиянка, он учил русский язык, и все говорили это для того, чтобы знать больше языков, он мультилингвист, и вот, наверное, все это для этого. Но на самом деле история была немножко другая. При Рене Фазеле действительно Россия регулярно принимала чемпионаты мира. Вы сказали про чемпионаты мира взрослые, но там еще было достаточно много молодежных и юношеских чемпионатов мира. Плюс чемпионат мира впервые в своей истории приняла Беларусь и получила право на его проведение, но уже началась война, и это право Беларусь была лишена. Дальше. Следующий момент – это то, что Рене Фазель должен был возглавить континентальную хоккейную лигу, не какой-то специально созданный под него департамент, а возглавить континентальную хоккейную лигу, о чем ходили слухи в кулуарах международных очень давно. Но ковид помешал ему, и вот так произошло, что не состоялись выборы президента Международной Федерации, на которых Фазель должен был уже уходить, и, соответственно, он задержался на своей должности на лишний год, а выборы континентальной хоккейной лиги, точнее назначения, там выборов, конечно же, никаких нет. Они состоялись, но, соответственно, Рене Фазель сейчас переехал в качестве мелкого чиновника в России, но я думаю, что он еще свое наверстает. Что касается Люка Тардифа и Совета Международной Федерации нынешней, да, они отстранили Россию и Беларусь от участия в соревнованиях, причем сделали это достаточно оперативно. Чемпионат мира проходит в мае, решение было принято уже в первых числах марта месяца относительно того, что Россия и Беларусь не будут участвовать, и мораторий на выступления их был продлен, к слову, если мы возьмем даже другие виды спорта, возьмем популярные виды спорта, возьмем тот же футбол, допустим, там сборная Беларуси и белорусские футбольные клубы выступают в официальных международных соревнованиях, то есть там не видят в этом никакой проблемы. Что касается Люка Тардифа и его заявлений, нам, честно говоря, хотелось бы, наверное, всем слышать, что закончится война, и после этого можно о чем-то говорить, а не наоборот, как это говорится, причем подается под соусом того, что защищают спортсменов из России и Беларуси от возможных нападок со стороны других стран. Очень интересная формулировка, и она выглядит достаточно странной, но для нас здесь самое главное, что есть решение о их отстранении, и мы надеемся, что решение будет, данное продлено еще на год, в марте месяца следующего года, когда состоится специальное заседание, тем более, что, как мы видим, Россия сама провоцирует свое дальнейшее отстранение, выпуская игроков, которые не имеют права этого делать, плюя на международные стандарты, ну и продолжая всю эту историю с новыми фашистскими символами. Спасибо вам большое, Юрий. Юрий Кириченко, спортивный директор Федерации хоккея Украины, был с нами на связи, обсудили российский спорт, который якобы вне политики, но, очевидно, мы видим определенно пропаганду. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.